МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги на телеканале НЕСЕЯ, в студии Ян Гермишов и Ирина Боросова. Здравствуйте! Вначале коротко о событиях этой недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Козульском районе массовое сокращение работников культуры. По данным профсоюзов, оптимизация затронула десятки человек. Почему местные власти решили сэкономить на культуре и что говорят в профильном министерстве? Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске снят, но успел побить рекорд по длительности. Снова выручила ветреная погода, но где найти системные решения на будущее? Что показали проверки надзорных органов и что предлагают депутаты? В Красноярске пройдет концерт с ароматным шлейфом. Слушатели смогут не только послушать выступления музыкантов, но и получить флакончик с уникальным ароматом от французского парфюмера, созданный специально для концерта. Кто решил соединить музыку и аромат, и когда пройдет выступление? Количество краевых чиновников уменьшится на 5%. Распоряжение сокращений подписал на дня губернатор края Виктор Толоконский. Эта оптимизация затронет краевые министерства, агентства и службы администрации. Цель такой оптимизации – снизить расходы на управление. Напомню, кампания по сокращению правительственного аппарата продолжается в крае уже более полутора лет. Например, в 2014 году в регионе было сокращено 18% госслужащих. Но и при прошлого году губернатор подписал указ об упразднении краевого казначейства. Там работало около 450 человек. Указ о новом сокращении чиновников должны выполнить до 1 апреля этого года. Сейчас в краевых министерствах и ведомствах идет работа над предложениями по оптимизации. А вот о муниципальных служащих в этом распоряжении не говорится. Хотя некоторые руководители на местах решили провести свою оптимизацию. Вот тут не обошлось без казусов. Так, например, в Козульском районе сокращение и урезание зарплат коснутся 70 работников культурных учреждений, библиотекари, руководителей творческих коллективов. Такие данные приводят в Краевом профсоюзе работников культуры края. Правда, в районной администрации трагедию в сокращениях не видят. И говорят лишь о семи специалистах, с которыми пришлось попрощаться в связи с экономией бюджета. Еще паре десятков человек урезали зарплату, но и это мера вынужденная, уверяют чиновники. Правда, с профильным министерством почему-то не посоветовались. При этом в небольших поселках и деревнях любая выставка – праздник, а библиотека – главный, а иногда и единственный досуговый центр. Почему в Козульке экономить решили именно на культуре? Разбираемся в нашем материале. Пока в выставочном зале Дома ремесел в Козульке хаос не успела пройти одна выставка, как готовится к другой, посвященной 23 февраля. Со всего района собрали работы мужчин-мастеров. Здесь и берестяные хлебницы, и деревянные панно. Любовь Николаева с удовольствием рассказывает о выставке, но уже с меньшим энтузиазмом о том, что с 1 февраля в Доме ремесел прошли сокращения и оптимизации. Ей вот тоже отставки оставили лишь половину, а значит и зарплату урезали ровно вдвое. Но женщина рада и такому развитию событий, ведь просто могли культурно попросить отправиться на пенсию, как предложили некоторым из коллег. Факт печальный, конечно, поскольку прошлый год был годом культуры, и мы думаем, что все-таки культура – это неотъемлемая часть жизни человека. Но лично меня тоже это коснулось. На пенсию отправили Елену Корнееву в Козульку. Она приехала из Красноярска, закончив отделение керамики в художественном институте. По сути, говорит, женщина с керамической студии начался дом ремесел, и она стояла у истоков его создания. Ее работа и работа ее учеников не раз брали награды на разных конкурсах. В планах было сделать еще несколько проектов, но теперь любимая керамическая студия стала чужой, она сама оказалась ненужной. Сократили не только ее, но и отказались от ставки заведующего сектором народных ремесел. Я на сегодняшний день попала в списке сокращаемых специалистов. Лично моя вот история жизненная, конечно, для меня это не то, что нежелательный момент, а я бы сказала даже стрессовый момент, потому что я предполагала, что я как специалист буду интересна, и меня как специалиста могут еще потерпеть какое-то время. Я думала, года полтора я поработаю. Сокращение коснулись и библиотек района. Четырех человек пришлось сократить. Трое из них пенсионеры, семерых перевели на 0,25 ставки. Ну, то есть урезали зарплату в четыре раза. Директор библиотечной системы района Евгения Иванцова говорит, что всеми правдами и неправдами уговаривает людей не увольняться. Мол, копеечка лишней не будет, и трудовой стаж идет. Если сейчас разогнать всех специалистов, то где потом их набрать снова, вопрошает Евгения Иванцова. В поселках, деревнях, селах у нас 14 филиалов. То есть по всему району. Вот по этим филиалам у нас на 0,25 перешли. Люди, которые работали на 0,5, теперь 0,25 работают. Если библиотека раньше была по 4 часа в день, то теперь она будет работать по 2. Если библиотека не работает, закрыть библиотеку, конечно, будет возмущение. Это единственное место есть, то есть клуб библиотек, единственное место в деревне, куда можно пойти. Распоряжение об оптимизации получили и в районном Доме культуры. Муниципалитет настойчиво рекомендовал сократить фонд заработной платы на определенную сумму. Это же только на бумаге носит рекомендательный характер. На деле директора учреждения обязаны выполнить такие наставления главы. Иначе просто недополучат финансирование. И чем тогда платить зарплату? Каким образом ужиматься в расходах, право выбора оставили за самими учреждениями. Сократить несколько человек или отщепнуть у десятков сотрудников приличную часть зарплаты? Поэтому мы, исходя из этого распоряжения, попробовали убрать, сэкономить на ставках. То есть оставить по 0,75 ставки. Ну и вышли на эту сумму. Но с ходом времени, проанализируя это решение, пришли к тому, что мы не можем работать вот в таком сокращенном режиме, выполнять свои показатели, план и все остальное. То есть человек не может быть режиссером на 0,75, не может звукооператор, не может быть у нас и худрук. Мы не можем так работать. И это личная гордость Ларисы Тихомировой. Она отстояла всех работников и их зарплату сделала то, что у остальных не получилось. В районной администрации говорят, что понимают, что решение об оптимизации, мягко сказать, непопулярное. Но у них просто нет денег, чтобы обеспечить всех зарплатой и сделать это в срок. Вот и приходится ужиматься. Они и сами сократили штат местных чиновников на 20% еще в прошлом году. Больше и увольнять-то некого. Тут уж не до культуры, когда висит огромный долг за коммунальные платежи, электричество и телефонную связь. Если перевести сокращение в цифры, то за счет зарплаты уволенных сотрудников за год сэкономят 5 миллионов рублей. Сократили людей сколько? Семь. Семь физических лиц, да. Ставки – это не физические лица. Я понимаю. Да. Сократили всего семь человек? Семь человек. Из них трое – это люди пенсионного возраста. Правильно. И 24 сократили, снизили зарплату? Ну, если говорить так, то, по сути дела, это да. Потому что у них изменились условия трудового договора и были сняты, занимаемые ими совмещение и совместительство. Правда, у представителей профсоюзов совсем другие данные. Сокращение и оптимизация коснутся 70 человек. Это те, кому подрезали зарплату, убрали совмещение, сократили или просто настойчиво попросили выйти на пенсию. В профсоюзе работников культуры попросили вмешаться в ситуацию депутатов законодательного собрания и профильное министерство. Ситуация непростая. Мы понимаем прекрасно, что она связана с нехваткой денежных средств. И, безусловно, она не должна быть оставлена без внимания. В 2014 году в Козульском районе упразднили отдел культуры. Тогда глава пообещал, что, несмотря на это, в районе с культурными проектами все будет в порядке. Но, увы, за два года район из образцового показательного в области культуры оказался, если не в конце культурного рейтинга, то точно не лидером. От этого в том числе зависит и финансирование отрасли. Почему решили сэкономить именно на культуре? Ответ до банальности прост. Это единственная отрасль, где глава района может самостоятельно принять решение о сокращениях. Все остальные сферы образования, транспорт и другие в прямом подчинении края. Прямого влияния на главу в этой ситуации нет. Поэтому единственный метод воздействия у профильного министерства переписка с местными властями о судьбах культуры Козульского района. У главы встретиться с представителями краевого Минкульта времени нет. Второй год. Мы всегда открыты. Мы всегда говорим коллеги, приходите к нам. Мы садимся в стол переговоров. Мы ищем оптимальные варианты. Мы их находим. У нас никогда не было, чтобы самостоятельно решали и вот так вот ставили, во-первых, людей в такую нехорошую ситуацию. Теперь виноват, получается, как вот все, кроме тех, кто это организовал, сделать так вот, на мой взгляд, это немножко даже не то, что некорректно, но неуважительно и к людям, к работникам, и к жителям. И всегда мы находили. И вот эта вот ситуация произошла в Козульке. Надо было приехать, рассказать, ну, проблемы у нас сегодня, да, давайте оптимальные варианты найдем, потому что мы же все вместе работаем. Министерство культуры все же надеется, что удастся найти компромисс и сесть за стол переговоров. Ведь оптимизация, как подчеркивают в Минкульте, это не только сокращение штата, но и поиск оптимальных решений, чтобы избежать таких негативных последствий. А пока в Козульском районе многие сотрудники сферы культуры работают, по сути дела, на энтузиазме. Депутат законодательного собрания края Владимир Седов задержан по подозрению в получении взятки. Это произошло в четверг вечером. Известно, что спецоперации проводили сотрудники регионального управления ФСБ. По пока не подтвержденной официальной информации наших источников, сумма взятки составила полтора миллиона рублей и якобы деньги народному избраннику передали застройщики одного из пригородных коттеджных поселков за содействие в решении неких вопросов. Владимиру Седову 31 год. Он был избран в Кривый парламент по Ачинскому одномандатному округу. Номер 11 входит в состав комитетов по госстроительству, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества, а также по здравоохранению и социальной политике. Какие-либо комментарии в управлении ФСБ обещали дать завтра, в понедельник. А сразу после рекламы поговорим о здоровье. Что будет в крае с дешевыми российскими лекарствами, когда некоторые отечественные компании отказываются их производить? И надо ли бояться гриппа? Особое мнение эксперта мы вернемся после небольшой паузы.